привет так сразу хочу сказать хорошо но вы выбрали не очень клепард вот так вот ну то есть он принципе нормальный но так пока ну то есть у вас не получилось объединить рыбок и клепард но есть масса причин почему это не совсем удалось сделать и в этом ничего такого нет да как бы это учеба во-первых маска должна быть на отдельном слое так вот так ну с чего вы начать во-первых выбор референса да понятно но ваш выбор понятен прикольно выглядит но в целом да вроде как бы вроде хорошо но что-то все но что-то вот не то да во первых я советую тут больше думать о комбинации сочетания цветов да то есть какое количество вот этого цвета и как он выглядит то есть допустим вот сейчас фиолетово больше чем синего если вот так вот сдвину да то синего будет больше то есть уже цветовой баланс немножко изменится плюс синий будет подчеркивать движение рыбок у рыбок очень кислотный цвет прям такой кислотный что просто трэш во-первых здесь ну вот смотрите какой здесь цвет и вот сейчас она рыбку тыкнул вот такую туры пить разница большая плюс вот эти вот оттенки очень грубые очень много синего такого цвета ну то есть я бы сделал что-нибудь другое честно говоря мне вот эта рыба как бы сама по себе не очень чем-то нравится вот как-то она странно выглядит здесь непонятная рыба то есть как непонятный а тень почему тень на глазу тень должна быть под глазом ну то есть уже делается всякие такие темы она какая-то у вас как будто не отсюда вот столько косяков вот видите вот это вот заусенец это тот желтый его видно будет то есть это неаккуратно выглядит он на рябить начинает вот это вот острая часть витя от такого лучше избавляться это создает лишние детали это выглядит знаете вот когда вы ножницами картонку неаккуратно обрезаете да вот такой же эффект получается ну как бы вот то есть уже вот тут ничего не шумит уже так вроде поаккуратнее выглядит честно говоря и вот это вот тоже ну то есть очень много деталей а свет наложен неверно то есть у вас здесь должен быть черный цвет вот так вот должно быть если накладываете свет осветлением то есть вот так нужно плюс непонятно откуда вообще свет то есть ну к чему он здесь вообще то есть у вас свет ниоткуда не падает очень черный цвет вот этот вот прям опять тень сверху ну поверх объекта как реально очень странно выглядит частица лучше объединять в отдельную группу сразу вот то есть и на даже на отдельный слой да вот рыбка вот не подходит сюда по стилю я так скажу вообще потому что обратите внимание насколько у вас все здесь такое гладенькое и простое а рыбка у вас вообще реалистично то есть но она ну как бы не то что прям для нас во первых здесь угловатый референс даже вот это вот сюда не подошло потому что здесь у вас все гладенькое да а рыбка у вас ну реально она к этой иллюстрации она не подходит вот это вот рыбка здесь должно быть что-то очень простое то есть вот скажем вот давайте даже давайте вот это вот возьмем да по ну вот экстраполируем вот эту вот идею с рыбкой желтой вот такой формы нет к тоже не очень счастливый отсек вот примеры рыб которые подойдут и которые не подойдут вот допустим вот эти вот реалистичная рыба они сюда не подойдут то есть они ну как бы они как будто какой-то рыбный рынок да там иди купи салаки да то есть вообще по стилю не подходит вот эти гладенькие вообще отлично подойдут крипарта нужно уметь подбирать вот это вот подойдет да то есть ну вот уметь использовать векторный крипарт в работе очень важно и сочетать их то есть эти элементы которые вы выбрали они очень-очень сложные то есть вы сделали все правильно я сейчас убираю блок нужно не очень светлая мне не очень нравится как какие цвета вот прикольный цвет вот это вообще офигенный цвет вот этот мне цвет нравится а вообще вот так вот клёво так откуда столько бура блур очень сильно тормозит я не советую использовать блур мы там по-другому вам это делается увидите все сразу как работает быстренько вот уже цвета лучше так и у допустим сюда давайте осьминожку вставы какой большой понятно что осьминожка чужой да то есть и если делать то нужно его как-то видоизменять чужой что значит вот когда вы берете что-то с векторного клепарта в зависимости от того что нужно вашему заказчику может сказать а пофиг где берем так как есть и берет на себя все обязательства если вы работаете фрилансом да и скажем почему не сгруппирована передний слой задний слой вот если вы работаете фрилансом то вы берете эти обязательства на себя до ответственность и лучше немножко видоизменять потому что ну как бы как во первых так правильно да как бы ну и интереснее да вот но если время поджимает можно вообще ничего не изменять то есть как видите я здесь сейчас режимом деформации да сейчас чуть-чуть его построена на самом деле он сюда вообще ну как бы я не его хотя кто просто продемонстрировать вот вот эти суда хорошо подойдут вообще чудесно то есть по стилю все такое простое вот вот это вот рыбка она мне очень нравится да то есть мы можем рассмотрите да она как родная сюда встала потому что она как будто вот все видите какой гладенькая она сразу стала частью среды и как бы здесь не нужно ничего выдумать здесь нужно еще делать сложно вот вы должны именно понять вот это вот соответствие стилей до чтобы подбирать правильно клип арты референс выбрали окей хороший референс но элемент которую внедрили в этот референс совершенно не подходит по стилю то есть вот чем правда вот такой стиль подразумевает вот такой окружение подразумевает вот такой стиль рыбки очень очень важный нюанс и уже на базе вот это вот соответственно я помещаю фокус внимания и соответственно как бы могу же сделать дальше отдельные элементы фон и так далее у вас принципе все прикольно нарисовано то есть мне нравится то есть сами элементы сделано хорошо и по цветам даже ну как бы вот учитывая работу с референсом вот сейчас я буду создавать вот это ощущение пространства то есть я буду создавать задний фон то есть какие-то растения у меня будут больше да то есть я сделаю они отлично скалируется то есть можно так вот просто сделать вот она будет у нас как бы больше магически под водой вот часто такое бывает когда какие-то отдельные экземпляры водоросли скажем вырастают больших размеров то сейчас мне нужно просто выбрать композицию правильно самое главное я хочу подчеркнуть что у меня происходит ну как бы просто удаление объектов уменьшения в пространстве и опять пространство пространство еще раз пространство вот ну как видите без рисования все равно не обойдется или вот например если вы если вам лень рисовать да у вас есть всегда вариант взять откуда не что-нибудь из клепарта вот эти вот рыбки тоже хорошо подойдут сейчас сюда водоросли тоже доберемся вот например вот это вот она сюда тоже встанет вот давайте объединим до разные стиля терялся опять у вас еще ошибка все на одном слое просто то есть опять я делаю ну все мои действия сейчас обусловлены тем как я ну что я хочу вынести на первый план то есть каких рыбок да то есть какой сюжет то есть как там они выглядят ну я меняю цвет потому что не сливается с фоном там так серьезно сливается вот это вот отлично сочетается даже лучше чем те то есть те наверно вынесу на задний план то есть сейчас я продемонстрирую как использовать clipart правильно вот эта рыбка у нас на переднем плане и окружают вот эти вот маленькие типы типа как пираньи не пираньи они будут идти стаи да то есть это это рыбка у нас вот это вот да она как бы явно одиночка чтобы отдалить объект я могу сделать ему яркость повыше вот так вот видите то есть нужно отдаляется вот свечение может быть чуть-чуть и соответственно глазу это тоже относится на свече вот так вот нельзя с глазом так сделать на вот как я сейчас сделал то есть поэтому я сделаю глазу просто покручную вот соответственно это если у нас объекте то там вдали находится и вот белый тоже у нас не такой белый то есть на все накладывается как бы немножко фиолетовый такой цвет какой-то вы исчезает вдали это очень важный нюанс а если объект будет еще дальше например сначала выбираю оттенок потом делаю ярче то есть если объект будет еще дальше что это будет скорее всего просто вот такая вот тень вот блур там делать не обязательно то есть это будет скорее все очень крут в оттенке самого самой сцены может на то есть можно вот так вот сделать да там как вариант то есть видите уже что касается водорослей можете скачать из калипартов можете сами сделать да я советую то это вот главное очень важный момент всегда соотносите все по стилю чтобы у вас не было как я показал на самом начале и обязательно очень-очень важно еще разнообразие объектов когда вот ну а в принципе с этим все в порядке да с разнообразием но она не помешает не угловатая суда она не очень встает а по поводу вот это вот давайте попробуем сейчас на фон мне очень нравится всякие такие темы на фон вставлять а вот то вот это я из губки боба подчеркнул на самом деле это еще до губки боба было много где то есть это как бы часть текстура будет вот а если посмотрите губку боба да там увидите там масса всякой такого тема вот и причем ну так активно очень используется то есть там если задники на которых там прописки ничего нет только вот эта тема а вот это вот и типа песочек вот но вообще в целом если брать по деталям до для вот там третьего раза для 3 ваша иллюстрация неплохо вот но теперь вам нужно учиться соотносить все по стилям чтобы у вас не было такого что ну там фон от 1 там рыба другого это от 3 и ну так реально очень трудно вот я сейчас размножил камни потому что они создают хорошую люди пространство вот немножко подвину растения вот это вот супер мелочь не нужно вообще такого использовать смотрите у вас все крупненькое такое все хорошее и какая-то мелочь нам торчит ну как бы непонятно странно вот если что-то на переднем плане затемнено вот это грязновато выглядит то есть тут можно под водой можно свечение делать всегда то есть когда у нас что-то светится на там всегда к это биолюминесценция но это уже не ошибка это как бы просто нужно знать и всегда помните что иллюстрация должна быть да ну как бы правильно нарисованы но в то же время она должна быть яркой красивой не помешает вот то есть я под водой добавлять всегда всякую всякую биолюминесценцию поэтому мне очень нравится она подводную всю эту тему рисовать она развязывает руки вот например если взять мультикова такой фильм аватар до посмотреть растительность пандоры да там половина если не больше взята с подводного мира вот поэтому и вот там стука под водой стука биолюминесценция это я вам как подводный биолог говорю я знаю вот видите сколько вещей я делаю вручную векторная графика она позволяет нам очень быстро создавать арт но в то же время вы не должны лениться проводить те модификации руками которые вы должны проводить до чтобы не было такого что блин лень я сделаю как мы там фильтром наложением там то я делать не буду то я делать не буду как бы прикольно карал кстати получился это неправильный подход то есть так нельзя работать потому что тогда вы не учитесь тогда программа делает за вас и да ну она должна как бы делать вещи многие за вас но не все то есть композиция на вас не научит мулечкам деталям нюансам это робот то есть там о чем база вообще чем чего на нем будете делать то и получится это уже чисто ваш опыт вот здесь я советую делать вот такую тоже рим грань на краях вот этих вот слоев то есть передний план средний план задний план да то есть у вас здесь такого нет а должно быть тому же передний план уску это очень светлый вот вы делаете затемнение объектов а почему сам передний план так у светлый да вот потом вот что касается рим света опять допустим сверху слева у вас нет единого источника освещения на поэтому пока не очень все с объема ой какой градиент получился очень мощный градиент вышел когда работаете с градиентами я советую не не усложнять не делать вот это вот все там вот эти вот миллион ведь я миллион этих точек я сократил до трех то есть у вас вот так вот должно быть в идеале все должно быть просто любой цвет можно смешать там из трех цветов принципе поэтому мне нравится вот допустим когда вижу что нужно какого-то там добавить купить в rgb работать да вот тоже клевая тема как-то так вот тут тоже не хватает этого рим света у нас добавить сразу такой объем появился то есть чему бы я сейчас не добавил одно движение и это как бы ну дешевый способ сделать клевое освещение для тех кто не шарит и в этом ничего такого нет потому что как бы освещение то чему как ты всю жизнь учишься и это ну это ну как бы сложно с цветом ну ну как надо признать не каждому это дается сразу и это это как бы такой способ типа нарисовать клевое освещение без знания освещения это постоянно постоянно используется вот я его использую то есть используйте нет ничего в том чтобы где-то сразу срезать углы пока учитесь да у вас все равно там если вы будете этим заниматься поверьте мне у вас там будет масса шансов там сидеть там разобраться там и так далее вот и нужно принимать любую помощь которая только есть и под помощью имею ввиду клепарта и все такое а я сейчас один контур отдельно выделил видите повернул то есть какой эффект появился сразу сейчас на такой толстенький стал вот когда мы работаем векторе все так легко копируется переносится все так в кайф и очень легко начать все это копировать копируем скопировать копировать 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 вот не попадайте в эту ловушку то есть для для игр и для иллюстрации вот таких вот минималистичных тут самая главная простота то есть самое главное не не количество деталей а качество вообще самого изображения чтобы все было ну чтобы шло какое-то повествование да то есть дело не в количестве не больше меньше там много мало а столько сколько нужно достаточно достаточно да поэтому очень много над композиции на самом деле работаю и то же самое с цветами а я придумал какой будет цветами салатове акцент то же самое с цветами работа с цветами сразу хочу сказать это такой растянутый во времени процесс я советую вам не торопиться и постепенно постепенно к этому идти пользуйтесь референсом пользуйтесь анализируйте как говорится есть масса материалов интернете работа в работу других художников и тут никаких проблем вообще не должно возникнуть плане взяли стрессовали палитру запомнили да то есть что мы проанализировали что вам понравилось вот в том что вы видите самое главное не собирайте бездумных клип артов не надо то есть но это глупо и вот просто картинки ради картинка я это говорю сам по себе знаю то есть я в этом а сохраню сделаю там потом а сделаю там а потом рассмотрим там потом то потом все вот так это так не работает это работает только если вот вы так клевая типа клевый свет а что мне нравится почему-то а ну да вот тут вот скажем все черное и золотой нюанс да или там все синяя и вот все такое в комплементарных цветах там знаете вот его посидели разобрались это будет лучше чем если вы просто так посмотрите там 200 картинок я сразу ну и серьезно потому что это больше у вас научат а если вы еще сделаете там какие-то зарисовки да там будете пытаться там разобраться в тематике то это уже полноценное самообразование вот но конечно вы еще будете совершать массу ошибок и нужен учитель чтобы у вас направить в этом направлении тут без этого наверно никак да то есть нужно показывать показывать какой референс хороший какой референс плохой как что срисовывать откуда вот и так далее то есть тут конечно да без школы тут может быть сложно вот тоже неплохая работа кстати с градиентами мне понравилось вот принципе все все выглядит приятненько все выглядит приятненько и мне еще нравится добавлять ему такую стекляшность скажем как здесь бы было я ну представляю что рыбы они как бы такие как ну может быть сочетать это стилизации но они немножко отражают окружающую среду тоже мне нравится это делать что делаем стандартный скрин осветление и вот так вот только я сделаю чтобы блик был подав получается они так не очень много ладно вот вот получился такой эффект и соответственно эта часть стиля и то же самое делаем с рыбкой тут не нужно прям понимаете ничего вырисовывать вот вы слышали да вот что просто сделать сложно усложнить всегда можно вот здесь вот такая же ситуация вам нужно вот в этом сложность в таком стиле работать а если здесь нужно соблюдать плен и канона не усложнять у должен быть простое хорошо читаемая это очень популярный стиль и в иллюстрации флэт и все фейсбука microsoft и google все используют флэт дизайн в своих так сказать дизайнах для своих промо видео и так далее то есть ну и вообще это очень популярная тема и на стоках и просто как бы как ну как как иллюстрация получается мы прикол похоже на турецкий талисман теперь так ладно сейчас это конечно не главное вот не могу просто когда мне что-то не нравится я уже начал делать отражение в блики в глазах не всегда белого цвета то есть они бывают разных цветов ведь получил вот и вот эти вот отдельные нюансы видите эти же рыбки на заднем фоне они как бы синеватая и вот я вот что сделаю то есть я кусок этой рыбки я видно что просто плавник но понятно что это кусок этой рыбки да я сделаю на самом ближнем плане если она у меня будет вблизи соответственно что с ней будет она у меня будет темнее гораздо вот так будет выглядеть соответственно блик на спине можно сделать чуть поярче на что было там посинее вот ну чтоб подсвечивал сама там свет же есть вот и и ему я делаю легкий blur вот единственная в этой иллюстрация спресс можно если заморочиться перенести photoshop сделать motion blur или здесь ну ладно забить вот вот ну и вот то есть вот так вот должно в принципе было по идее у вас выглядит вот вот эти вот водоросли не очень по цветам смотреть какого цвета здесь какого цвета у вас и не понимаю почему нельзя просто использовать пепку и сделать ну как бы преобладающих цветах смените как ярко-сочно сразу все выглядит как бы они недооцениваете работу с цветом по клепартам потому что это вы же изначально вот допустим вот эти вот у вас вообще одну не серого цвета получается почему ну и так далее то есть на такие вещи тоже обращаем внимание ну и принципе все там каких-то текстур не хватает но в принципе вот этого вот достаточно уже чтоб перед ну там скажем пойти спать и на следующий день там стать и закончить уже сделать клевую иллюстрацию ну там есть еще моменты вот скажем рим там не везде добавлен да то есть рим если добавляется свет то желательно вот так глобально добавлять то есть так или так или иначе не обязательно должен быть там синий синий вид да но каждый объект должен хотя были там свой тон до иметь какие-то там вот каких-то рыбок я спрячу то есть видите вот эта вот работа по слоям я вот я как будто карты как карточки перебираю да то есть какие-то дальше пересыпаю какие-то ближе потом опять меняю это сделано для того все чтобы создать ощущение пространство что вот ведь у меня одна рыба очень близко вообще почти перед самой камерой 2 где-то возле основной рыбы до которая занимает основное положение третья рыба вообще вот там на отдалении почти да там каком-то то есть если она очень яркая например не можете подобрать цвет без проблем берем копируем берем цвет фона вот так вот сводим с группируем вот так вот сводим и просто делаем прозрачность вот так он будет выглядеть на отдалении если он прям ну очень сильно бросается в глаза то есть тут опять же главное не переборщить с деталями вот что у вас нужно всегда помнить что у вас стоит на переднем плане то есть что вы хотите показать прежде всего вот и и соответственно строить композицию исходя из этого вот этот объект находится далеко поэтому очевидь как его светил вот ну и так далее конечно есть еще клевый фокус до чтоб композицию поправить когда вы берете изображение и делаете отражение по горизонтали да у так просто отвара разворачивается тогда более как бы целостно воспринимаете то что происходит на экране вот это делается можно сделать помочь фотошопа вот когда у нас скажем реально скопировали смотря как композиция сможет что-то можно куда-то сдвинуть ну можно внутри иллюстратора делать без проблем но там не может все сдвинуться поэтому не станет ну как бы